Сессии закрыты, практики отработаны, а дипломы успешно защищены. В Крымском федеральном университете прошла череда выпускных церемоний. Структурное подразделение и филиалы вуза уже готовы подарить миру новых высококвалифицированных специалистов. В этом году Крымская альбоматор выпустила порядка 6 тысяч человек. Череду выпускных открыла Юго-Восточная академия. Дипломы о среднем профессиональном образовании получил 21 оператор информационных систем и ресурсов. Знаменательный день. Первый выпуск обучающихся посетили руководство вуза и администрация города Феодосии. Чем интересно направление выпуска, которое мы сделали сегодня, провели, это то направление, которое нет к Крыму вообще. И когда мы проходили аккредитацию, мы столкнулись, наверное, не с лояльностью, а с щепетильными требованиями и внимательно со стороны университета, потому что, когда я делаю что-то впервые, накладывается тоже еще больше волнения и ответственности за подготовку документов. Ярко, торжественно и незабываемо прошел выпускной в Гуманитарно-педагогической академии. В этом году из ее стен выпустился 461 студент. Выпускная церемония прошла в морской тематике под алыми парусами. В Китамском порту, с тропойной порту, Жанетта поправляла так и лажь. Но прежде чем уйти, далекие пути, на берег был опущен эгипаж. 771 специалиста в области географии, истории, ландшафтной архитектуры, политологии, психологии, религоведения, философии, юриспруденции и туризма выпустила Таврическая академия. Таврическая академия – это островок социально-гуманитарного знания в Крымском федеральном университете. И готовим мы очень разных специалистов. От экологов до философов, от историков до юристов. Я уверен, что впереди у них яркая, длинная, счастливая профессиональная жизнь. И я надеюсь, что они никогда не покинут наш университет, будут возвращаться в него и как преподаватели, и как работодатели, и просто как друзья. Для одной из выпускниц кафедры садово-паркового хозяйства и ландшафтного проектирования этот день вдвойне особенный. Ведь она стала не только дипломированным специалистом, но и невестой. Диана Ким переехала в Крым из Оренбурга. Полуостров привлек девушку своей неповторимой природой. Поступив в Крымский федеральный, Диана полностью погрузилась в изучение особенностей и тонкостей ландшафтной архитектуры. Мне очень сильно повезло с моей группой. Это вообще самые потрясающие люди. Я не знаю просто, что я хорошего сделала в прошлой жизни за то, что они мне достались. Кафедра, золотые люди, и всегда шли навстречу. Никогда не было так, что я была на кого-то обижена или озлоблена. Всегда, всегда было взаимопонимание и с одногруппниками, и с преподавателями. Я считаю, что все прошло успешно, и я вообще ничуть не жалею о том, что попала именно сюда. Институт биохимических технологий, экологии и фармации в этом году выпустил порядка 200 человек. Студенты одного из самых молодых институтов активно занимаются научной деятельностью и трудятся в лабораториях, тем самым развивая университет. 415 специалистов аграрного сектора выпустила Агротехнологическая академия. Поздравить выпускников съехались представители крупных предприятий Крыма, профильных министерств и выпускники прошлых лет. И вы как раз вот та армия людей, которые приходите в сельское хозяйство. Вас очень ждут, вас очень ждут, надеются, что вы будете работать в сельском хозяйстве. Я вам хочу пожелать успехов. Конечно, сегодня у вас и радостный день, и в то же время немножко он такой тоскливый или печальный, как правильно сказать. Потому что вы прощаетесь со студенческой жизнью, но она вас никогда не покинет. Академия строительства и архитектуры также выпустила порядка 300 дипломированных специалистов. Обучение завершили 168 бакалавров, 128 магистров и 7 аспирантов. Строительные специальности на рынке труда востребованы всегда. На сегодняшний день по анализу отрасли наблюдается большой дефицит специалистов строительной специальности. И я рад тому, что мы сегодня выпускаем где-то более 250 человек уже в взрослой жизни. Всех их ждет очень интересная работа, достаточно высокооплачиваемая. Работа богу угодная – строить, не разрушать. Торжественная церемония вручения дипломов прошла и в Институте филологии. В этом году отсюда выпустилась целая плеяда молодых любителей слова. 294 студента получили свои долгожданные дипломы. Ряды журналистов, рекламистов, издателей, графиков и культурологов пополнят выпускники Института медиакоммуникации, медиатехнологии и дизайна. Структурное подразделение выпустило 177 специалистов. Среди них Руслан Казбеков. С самого детства парня тянуло в сферу медиа. Потому решение с поступлением было очевидным. Мне кажется, что университет как минимум сделал меня взрослее во всех сферах. Я стал более стрессоустойчивый, я стал более коммуникабельный, более раскованный, более амбициозный. Потому что все равно университет распыляет твою амбициозность. Тебе хочется больше, дальше, выше, круче. И однозначно это у меня проявилось. То есть я хочу дальше развиваться, дальше реализовываться и становиться еще круче. С дипломами в руках и выпускники физико-технического института. Отсюда выпустилось порядка 400 человек. На протяжении многих лет институт готовит специалистов по физическим, математическим, инженерным и IT-специальностям, которые востребованы не только в Крыму, но и за его пределами. Инженерные кадры стали еще востребованием. Заработная плата увеличилась, можно сказать, в разы. И все наши предприятия Республики Крым, которые традиционно существовали, и новые, вновь создаваемые, они нуждаются в кадрах физико-технического института Крымского федерального университета. Наши уважаемые работодатели приглашают наших выпускников к себе на работу. Так сказать, мы сразу передаем их из одних надежных рук в другие надежные руки. Празднично и масштабно провели выпускную церемонию в Институте экономики и управления. В этом году институт выпустил 516 специалистов, которые в скором времени пополнят рынок труда в сфере менеджмента, государственного управления и торговых отношений. Выпускница кафедры государственного и муниципального управления Ксения Шпакова сразу знала, куда будет поступать по окончании школы и ни разу не усомнилась в своем выборе. Студенческая жизнь девушки была наполнена огромным количеством ярких и незабываемых эмоций. Настоящей семьей для нее стал совет обучающихся института, где она обрела близких друзей, с которыми будет дальше идти по жизни. Университет – это твои возможности, а ты – это возможности университета. Это самое главное такое наше клише, которое мы используем. Но я считаю, что мы можем использовать университет так же, как и у нас. Учеба прошла легко, хорошо. И самый классный запоминающийся – это наш совет обучающихся, институт экономики и управления, который, я думаю, известен на весь Крымске федеральный. Наше огромное количество мероприятий, то, как мы себя позиционируем, участвуем. Мне кажется, это самое запоминающее, что у нас есть. Медсестер, фармацевтов и стоматологов выпустил медицинский колледж. 469 студентов получили дипломы о среднем профессиональном образовании. Завершил череду выпускных церемоний медицинский институт. Кладезь ценных кадров для сферы здравоохранения выпустил порядка 700 молодых врачей. Дипломы получили выпускники 1-го и 2-го медицинского, а также стоматологического факультетов. Самых активных наградили грамотами за учебную, общественную, культурно-творческую, спортивную и научно-исследовательскую деятельность. Студенческие годы остались позади. И впереди у выпускников новый, не менее интересный и захватывающий жизненный этап. Кто-то продолжит обучение, а кто-то уже начнет строить карьеру. Каждого из этих молодых специалистов ждет будущее, наполненное профессиональными успехами и достижениями. Но всех их навсегда объединяет одно – родная Альма Матер. Каролина Лазарева, Дарья Савичева, Константин Гречихин, Артем Галин, Сергей Мельник. Пресс-служба Крымского федерального университета.